Спецборд МЧС сегодня доставит в Крым 80 мобильных генераторов. В первую очередь их планируют использовать для подачи энергии на социально значимые объекты. В больницы, поликлиники, детские сады, школы. На всей территории полуострова продолжает действовать режим ЧС. В населенных пунктах, где ситуация наиболее сложная, развернуты пылевые кухни. В Месвет сейчас более миллиона человек. Сегодня на полуостров прибудет министр энергетики Александр Новак, чтобы оценить ситуацию на месте. Обесточивание полностью Крыма и подрывная деятельность, которая была проведена, подрыв опор, разрушение линии электропередач, направлено было на создание условий, не обеспечивающих жизнедеятельность людей, проживающих в Крыму. И это на самом деле является преступлением, серьезным преступлением. И удивляет то, что до сих пор украинские власти не обеспечили доступ украинским же энергетикам, для того, чтобы восстановить соответствующие линии электропередач. Энергоблокады от полуострова продолжаются уже третьи сутки. Ночь на воскресенье украинские националисты устроили в Херсонской области подрыв опор высоковольтных линий. Восстановление не началось до сих пор. Радикалы бросаются на ремонтников с ножами и говорят, что допустят их КЛЭП только в том случае, если подача электричества в Крым прекратится совсем. Устранить зависимость республики от поставок энергии с Украины удастся уже в декабре, когда будет введена в эксплуатацию первая очередь энергомоста с материковой части России через Керченский пролив.